МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» информационный обзор четверга в изложении наших авторов. Главное на сегодня в кратком изложении. Русский с китайцем братья навек. Россия повернулась к востоку передом. Совместные проекты реализуются и в Рязанской земле. Парковые уборки сегодня берега рязанских водоемов стали чище. Надолго ли? А теперь во всем подробнее начнем с исторического экскурса. В феврале 1927 года английский министр иностранных дел Джозеф Остин Чемберлин подписал ноту британского правительства с требованием к СССР прекратить поддержку гомендановского правительства в Китае. Почти сразу в правде появилась статья «Наш ответ на британскую ноту», а чуть позже заметка под заглавием «Привет к Антону! Вот наш ответ Чемберлену!» С тех пор прошли долгие-долгие десятилетия и Чемберлен опочил. Да и страна с названием СССР разошлась по швам. А вот выражение «Наш ответ Чемберлену» стало крылатым. То есть, когда хотят показать кому-нибудь большой экономический или политический шиш, то и вспоминают этот самый ответ. Сейчас наступил как раз такой период в отношениях России с Европой, а главным образом с Соединенными Штатами. США направляют слегка одрехлевший старый свет. Тот, тряся головой, вытаскивает из пыльных сундучков какие-то санкции. В Украине военные и фашистующие силы бомбят снарядами города, а Россия тем временем всерьез развернулась на восток. Первая остановка – Китай, возможно, дальше будет Индия и так далее. Так что, как писали в 20-е годы советские поэты, «Дави империализма гиену, могучий рабочий класс! Вчера были танки лишь у Чемберлена, а нынче есть и у нас». Российский президент подписывает с китайским председателем умопомрачительные контракты. Газовые поставки пойдут в страну великого дракона. Дальше будет больше. А бывший китайский посол в России Лю Гучан в одном из интервью заявил, что обострение отношений России с США и странами Запада позволит наладить, наконец, полномасштабное торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином. Так что, как пелось в знаменитой песне 50-х годов, когда мы здорово помогли Поднебесной установить правильный режим власти, «Русский с китайцем братья навек». Китайские мотивы явственно и громко зазвучали и в российских регионах. Так, в нашей области будет строиться новый завод по производству цемента сухим способом. Контракт на поставку оборудования, проектирование, монтаж и обучение сотрудников стоимостью 145 миллионов, нет, не юаней, а пока еще долларов США, для строительства объекта подписали российские холдинги и китайская компания. В прошлом августе между правительством Рязанской области и холдингом Евроцементгрупп было заключено соглашение о строительстве нового завода. Сейчас инвестор перешел к непосредственной реализации этого стратегического проекта. Теперь о сегодняшней встрече рязанского мэра Виталия Артемова. С 2011 года в Рязани на проезде Шабулина начал действовать Всероссийский центр технической поддержки одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования тайваньской компании «Дейлинг». Именно тогда была открыта первая очередь производственно-складского комплекса. Вторую очередь сдали в эксплуатацию в январе 2014 года. «Дейлинг» инвестировал в нее 10 миллионов евро и на 120 единиц увеличил количество рабочих мест. Сегодня в Рязани побывал президент телекоммуникационного монстра господин Эй Пи Чен. Вместе с главой администрации Рязани Виталием Артемовым он осмотрел свои владения и заявил о намерении в ближайшее время возвести третью очередь. Это дополнительные рабочие места, инвестиции, увеличение загрузки рязанской таможни. Мэр Артемов пообещал иностранцам полную поддержку городских властей. Те услышанным остались довольны, пообещав и дальше развивать сборочное производство, комплектование, оптовую продажу сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также его гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сегодня прошло заседание Рязанской городской думы. Об этом в парламентской заметке Глеба Галушкина. На очередном заседании Рязанской городской думы одним из важных вопросов повестки дня стало внесение изменений в бюджет областного центра на 2014 год и на плановый период двух следующих – 2015 и 2016 годов. Дело в том, что вносимые изменения предусматривают увеличение доходов и расходов на сумму порядка 150 миллионов рублей. Эти средства получены из вышестоящих бюджетов, а также из резервного фонда главы администрации Рязани и за счет перераспределения отдельных расходов по различным статьям бюджета. Полученные таким образом деньги, по словам председателя Рязанской городской думы Андрея Кашаева, пойдут на социальные проекты, такие как дорожное хозяйство, дворовые площадки, ремонт дошкольных учреждений. Очередной долгий ящик устроили российские законодатели, грозно предупреждавшие, что с ноября 2013 года ни один водитель иностранец не должен выйти в рейс, имея на руках иноземные права. Только российские, да и точка. Посыл к такому законодательному действу был самый, что ни на есть трагический. Автоавария в Москве, унившая жизни почти двух десятков человек. Грузовик с щебнем, за рулем которого сидел гражданин Армении с правами своей страны в кармане, не пропустил тогда пассажирский автобус. Потом, видимо, уже задним умом депутаты Госдумы догадались, что осень 2013 года – это время для сдачи гастарбайтерами на российские права. Нереальное и продлили его до середины этого мая. Но в ВОЗ и ныне там не сдаются мигранты на права. И все тут. Теперь Госдума отложила обмен национальных прав на российские еще на год, до 1 июня 2015. Так что, как говорили дворовые футболисты, разбег был на рубль, удар на копейку. Ну и к сведению, по данным, озвученным во время недавнего Госдумовского заседания, в общественном транспорте сегодня работает порядка 70-80% водителей иностранцев. Что касается подготовки будущих водителей, то эти вопросы также обсуждались в Рязани на Российской научно-практической конференции «Основы безопасности дорожного движения». Например, вчера заместитель директора Департамента профессионального образования ДОСАФ России Николай Куликов заявил, что по данным Минтранса стоимость обучения менее 26 тысяч рублей свидетельствует о невыполнении автошколами программы в кромном объеме. А мы так все думали, что о качестве обучения свидетельствует честный директора Солон-Испринкера. В подтверждение этого мнения Николай Куликов привел примеры организации, предлагающих обучение за 10-11 тысяч рублей. Судя по такой логике, надо просто поднять стоимость до установленного минимума, а тогда и качество подготовки само придет. Ну и в качестве параллели выступающий привел, видимо, понятный, близкий водительскому сердцу пример с алкоголем. Дескать, повысили цены на напитки, и сразу понятно, где качественная злодейка с наклейкой, а где подделка. Только вот что-то по леному пойму у нас с той поры меньше стало. Подделывают и коньяки, и виски, и джины с ровными всякими. Так вот и с правами, может быть? Разве нет? Так что довольно спорное предложение привез на конференцию Николай Куликов. С подозрительными школами не рублем, наверное, надо бороться, а применяя действующее законодательство. Но желание понятно, заработок поднять, кто же откажется. Да и хотелось бы, чтобы на таких форумах главным образом не о повышении цен говорили, а больше о реальном содействии армии, авиации, флоту. Так ведь расшифровывается аббревиатура ДОСАФ. До армейской подготовки, выпуск технически и физически подготовленных рекрутов, грамотные солдаты, которые способны не только офицерские дачи белить и красить. Вот что самое важное. Во всяком случае, идея создания общества изначально была такова – содействовать укреплению обороноспособности страны и подготовке трудящихся к защите Отечества. Историк архитектурный музей-заповедник накануне напоминал съемочную площадку фильма на тему спасения человечества. Вой сигнализации, спасающиеся бегством товарищи ученые, робкие попытки затушить пламя и, наконец, прибытие пожарных расчетов, в установленное и оговоренное регламентом управления. Музейный комплекс принимал учения спасателей. По легенде загорелся архив. Уникальные и не очень документы в прямом смысле слова удали жару. Первыми мест пожара прибыли бойцы музейной добровольной пожарной охраны, смельчаки помогали эвакуировать людей и начали сражение со стихией. Но через пару минут прибыли профессионалы, достающие брандмейстеры с вытвижными месяцами, пожарными рукавами, брандсбойтами и даже, так называемым, дубом жизни, на немецкую кольню, на которой прыгают сверху этажей, застегнутые огнем бедолаги. Заодно пожарные и гидрант проверили. А вдруг, как не дай бог, и взаправду полыхнет в музее-то? Рязанцы сегодня поддержали всероссийскую акцию «Нашим рекам и озерам чистые берега». Ее тема явствует из самого названия. Точнее, уже и сказать невозможно. Местные власти и общественные организации пригласили горожан привезти в порядок побережье водоемов, где так любят сидеть романтически настроенные любители немного выпить, слегка помусорить и помечтать о том, когда же в стране, наконец, будет порядок. Убирали сегодня берега Павловки, плетенки, Рюминского пруда в Центральном парке. Продолжает тема Наталья Новикова. В конце мая, начале июня 2014 года в России проходит акция по уборке берегов нашим рекам и озерам чистые берега. Как сообщается на федеральном портале «Вода России», 47 регионов уже заявили о своем желании принять участие в этом благородном мероприятии. К этой акции присоединился и наш город. Рязанские школьники и студенты убирали мусор, в районе лесопарка приводили в порядок берега реки. Трубеж, рек Павловка и Плетенка. Мы решили своей организацией присоединиться к этому мероприятию, потому что мы считаем, что места, где мы отдыхаем, должны быть все-таки убраны. И каждый должен убирать за собой. Поэтому, если, грубо говоря, кто-то не смог убрать за собой, мы должны выйти и помочь природе, для того, чтобы стало чисто, была нормальная экология. И если не мы, то кто тогда? Мы, когда вот ходим по городу, нам не нравится, что везде, например, лежит мусор. Везде люди, как бы, мусорят, везде люди плохо ведут себя. Мы решили убрать прибрежные места. Я очень беспокоюсь о чистоте нашего города. Ведь Рязань раньше была в одном из первых мест по чистоте города Рязанского. А сейчас каждым годом она загрязняется. И это очень плохо сказывается на экологии и на чистоте. Проблема экологии уже давно приобрела глобальные масштабы. Но самое обидное здесь то, что именно от нас самих зависит, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем и в насколько чистом мире живем. Но мусор возникает, естественно, в первую очередь от людей, которые здесь отдыхают и не хотят убирать за собой. Но если они не хотят, приходится убирать нам, всем вместе. Поэтому я как представитель природоохранного органа, контролирующего, правоохранительного, хочу сказать людям, отдыхающим, любите природу, не загрязняйте ее. Радует то, что неравнодушных людей становится все больше и больше. Все чаще проводятся подобные акции, собирающие многочисленных участников. И, конечно, хочется надеяться, что все же станем мы, в конце концов, ответственнее по отношению к природе. Пока еще не поздно. Храня тревогу и тоску, мы бережем реку Аку. Она для нас красивее всех. Любить Аку – это не грех. Сплотим совместно наши силы и будем вместе до могилы. Ее как надо очищать и, мать, природу не огорчать. Пусть лес у нас в Рязани зеленеет. Аку в обиду мы не отдадим. Мысль о природе всем нам душу греет. Мы для людей природу сохраним. И вкратце о делах предстоящих. Завтра региональное министерство экономического развития представляет фестиваль «Энергия бизнеса-3». Он пройдет на площади Ленина. Сообщается, что в сквере со стороны Краснорядской будет организовано несколько площадок, представляющих те или иные предпринимательские компетенции. Здесь потенциальные бизнесмены смогут получить консультации или стать участниками мастер-класса по соответствующей теме. И эти же площадки будут станциями для командной игры квеста «Ты предприниматель». Хедлайнером событий станет Барри Алибасов. Младший, один из лучших в России специалистов по стартапам. Ну, перевод такой. Хедлайнер – это что-то или кто-то вроде гвоздя программы. Стартап – это только что созданная компания, строящая свой бизнес либо на основе новых инновационных идей, либо только что появившихся технологий. Вот как в кино. Все, что знал, сказал. А в субботу в Рязанском Кремле начнется выступление тысячного сводного хора Рязанской области. Концерт пройдет в рамках Дня славянской письменности и культуры и будет приурочен к празднованию 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского. А нашу информационную линию сегодня продолжит программа подробностей. В студии глава Рязани, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Ждем ответов начальства на вопросы ведущего проекта Евгения Зызина. А еще ждем дня завтрашнего. Напомним, по пятницам мы подводим информационные итоги рабочей недели. Удачи!